Я еще раз благодарю всех присутствующих за возможность вам рассказывать все это, говорить, пока я еще не освоил евритм, но это все впереди, я чувствую. Рерихи считали, что еврейские и русские народы имеют общие корни, и эти два народа играют колоссальную роль в будущем развитии мира. Вот сегодняшняя наша встреча прекрасна этому подтверждению. Вы видите на экране Николай Константинович Рерих, директор рисовальной школы, императского общества, поощрения художника в своем кабинете на Мойке-83 в Петербурге. Его супруга Елена Ивановна Рерих, прекрасная женщина, красавица, спутница, другиня, вдохновительница. Я вам показываю в основном материалы, которые хранятся в фондах нашего музея. Я вас впервые знакомлю в Израиле с этими уникальными документами и произведениями искусства. Вот эта фотография была выполнена в год замужества Елены Ивановны. Это 1901 год. Елена Ивановна Шапошникова и Николая Константиновича Рериха. Состоялась это 28 октября 1901 года. Известный портрет Валентина Серова передает сущность Елены Ивановны. Об этом сам Николай Константинович Рерих, супруг, писал. Лада – древнерусское слово. Сколько в нем лада, вдохновений и силы. И как оно отвечает всему строй Елены Ивановны. Так и звали ее. Когда Серов работал над ее портретом, он уверял, что основой ее сущности есть движение. И вот вы видите, может быть, это чувствуется и на экране. Когда я взял эту тему, я подумал, как же ее за короткий момент нашей встречи раскрыть. И решил остановиться только на двух основных тезисах. Святая земля в творческом наследии Рерихов – это прежде всего люди. И вот вас встречает в поле выставка, которую мы подготовили совместно с Израильским обществом живоэтики. Мы на стендах кропотливо собрали материалы тех евреев, которые сотрудничали с Рерихами. Помогали им встать на правильный путь. И которых они, в свою очередь, на этот правильный путь наставили. Кстати, вот фотографии – это хранится в музее Рериха в Нью-Йорке. Это одна из немногих цветных фотографий Николая Рериха. И вот эти люди, которые связаны со Святой Землю и своим происхождением, и своей культурной заинтересованностью, своим горением, они нас, конечно же, вдохновляют и радуют. Когда у нас будет перерыв, я вас еще раз призываю внимательно изучить те материалы, которые мы вам представили здесь. Может быть, на основе этих материалов будет создан в нитании культурный центр или музейный центр, посвященный Рерихам и их основному учению живой этики. Вот один из представителей большого семейства Рерихов – архитектор Иван Иванович Шапошенко. Он явился главным строителем Петербургской хоральной синагоги. Я вам впервые показываю проект этой синагоги, который он выполнил, и также проект, который ему пришлось реализовать. Вы видите, как говорят, в Одессе две большие разницы. Огромное пространство первоначальной синагоги, которое предполагало целых три объемных храмовых комплекса, было урезано властями Петербурга до небольшого объема. Но даже этот небольшой объем поражает воображение всех, кто проходит по Лермонтовску проспекту Петербурга, недалеко от Малинского театра. Именно Иван Иванович Шапошников был строителем и архитектором главным этого прекрасного храма. Но это не первый храм, который он построил. Первый, вот у вас на экране, я впервые показываю материал. Он был знатоком прекрасной постройкой с дерева. Ему принадлежат многие дачи в окрестностях Петербурга, ряд небольших храмов. И он был автором проекта первого деревянного здания на еврейском Преображенском кладбище. Десятилетие. Это был единственный еврейский храм в нашем городе и на огромном пространстве северо-запада России. Открыт он был 16 февраля 1875 года. То есть за много лет до проектирования большой хоральной синагоги. Таким образом, я вас подвожу к мысли о том, что не мог строить Петербургскую хоральную синагогу и первый еврейский храм Петербург. Человек, который не имеет никакого отношения к иудаину. И вот наш современный историк Гессен, замечательный габраист, замечательный историк еврейства в России, сообщил, что действительно среди прихожан еврейских молений, молений города Кронштадта, в 70-х годах зафиксирована эта фамилия. Видимо, среди кронштадтских шапочников был и дед Елены Ивановны Рерик, который имел большое семейство, огромный род, несколько, больше 10 детей. Самый младший, очень интересно, упомянут Елены Ивановны в своих записях, как посетивший Гималайю и пропавший там, но был спасен счастливо и принят в обители избранных. Его звали Евгений, а вот младший Иван стал архитектором. Но вы знаете, в Российской империи какие были порядки, как было трудно еврейскому талантливому мальчику пробиться. И неважно, он музыкант или архитектор в будущем. Поэтому принимали православие. Но для крещенных евреев тоже в этой синагоге был отдельный вход. Но это отдельная история, не буду отвлекаться. В общем, дед Елены Ивановны, по-видимому, служил на флоте в какой-либо ремесленной специальности и получил свою фамилию, русскую такую, от того старослужащего, к которому он был прикреплен. Поверьте, Валерий Юрьевич Гессен знает, о чем говорит, он очень хорошо, глубоко изучал этот вопрос. Поэтому мы приближаемся еще глубже к пониманию рода Елены Ивановны Рерик. Таким образом, она происходит из рода евреев. Несомненно, Николай Константинович Рерик был связан с Иосифом Владимировичем Гессеном, двоюродным дядей того самого Гессена, который мне помог разобраться с этой интересной страницей. Вот перед вами его портрет. Один из создателей кадетской партии, редактор газеты «Речь», член Государственной Думы. И в воспоминаниях его сына приводится информация о том, что в гостиной его дома стоял рояль, на котором часто играл Прокофьев, на стенах висели картины выдающихся русских художников, Венуа, Рерика и других. Сегодня, как раз пред началом нашей встречи, ко мне подошли две прекрасных дамы, которые родом из Парижа, они выросли. И они говорили, что у нас в Париже звучало больше имя Венуа, ну и Рерика. Вот, пожалуйста, все как в цитате. Ну вот, газета «Речь» публиковала не только материалы о Рерике, но и самого Рерика. Вот в 10-е годы так Николай Васильевич выглядел. В листе дневника 40 лет, посвященному 40-летнему юбилею свадьбы, Рерик записал. И в Питере, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и по всей Азии мы трудились, учились, расширяли сознание, творили вместе. И недаром сказано, что произведения должны бы носить два имени, женское и мужское. Поэтому хотелось бы немного поговорить и о произведениях. Но прежде чем я перейду к этому, я покажу вам просто пример, как менялся почерк Николая Ксеньевича, как менялись его подписи, автографы на письмах, на картинах. Очень важно создавать международные центры музейного и культурного сотрудничества. Потому что только интегрируя сведения из разных стран, мы можем двигаться в направлении изучения культурного наследия. И такой центр давно необходим в Израиле. В Израиле огромные частные коллекции. Музейных собраний, общедоступных, посвященных этой части мировой культуры, все-таки недостаточно. Поэтому я призываю вас поддержать инициативу Израильского общества живой этики по созданию такого центра. Дело в том, что наследие Рерихоносит поистине всемирный характер. Предметы его наследия находятся практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Но в Антарктиде есть знамя мира. Также очень важно это учитывать в лекционной, в экспозиционной, в издательской работе. И это даст огромные плоды. Вот в прошлом году мы работали с нашими коллегами из Соединенных Штатов в музеях и собраниях Нью-Йорка и Аризонта. И представьте, было очень интересно обнаружить, что первая любовь Святослава Николаевича Рериха, младшего сына Рериха, была из еврейской семьи, звали ее Руфпейдж. Это уникальные фотографии, впервые обнаруженные. Только интеграция музейных центров и ученых может правильно давать какие-то впечатления, открытия, оценки. И поэтому даже вот в такой простой, как казалось бы, работе это сказывается. И теперь я с вами могу делиться тем, что мы с Антониной Александером смогли найти. Это уникальные, любовные письма прекрасной девушки. Почему я сегодня об этом из еврейской семьи, почему я об этом так вот акцентирую, вы поймете чуть дальше. «Святая земля в творческом наследии Рерихов» — это произведение литературы и искусства. Конечно же. И как иначе можно относиться к этой теме? Николай Константинович дал немало текстов, где есть те или иные сюжеты реминисценции. Я не имею сейчас большого времени, чтобы вас в это погружать. Отмечу лишь, что вот подобные издания, посвященные или факту Рериха, или выставке большой, глобальной, в которой участвовало 100 организаций, на 6000 квадратных метрах у нас в Петербурге, Рериховский век. Там мы отражаем все практические аспекты наследия Рериха, все перемещения, все страны. И материалы Израиля там должны были быть представлены. Но теперь немного о тех конкретно произведениях, которые отмечены сиянием Духа. И в этих произведениях мы видим жизнь евреев на святой земле и за ее пределами, запечатленные Рерихами. И также отдельные аспекты жизни этой удивительной семьи. Причем здесь мы видим и глубокое прошлое, и, может быть, даже близкое будущее. Картина «Моисей водитель» 1925 года. Она сейчас находится в Москве, в музее Рерихов, в музее Рерихов, в музее Пелопухины. Посмотрите, другой художник, как рисовал этот сюжет. Александр Иванович, «Моисей перед Богом». Этот лист акварели находится в Третьяковской галерее. Известный русский искусствовед Маточкин писал, «Ветхозаветное событие, получение Моисеем скрижалей каменной, произошло на горе Сина, когда ее осенила слава Господне». Сюжет этот не раз трактовали многие художники. Александр Иванов воплощает его в своих библейских эскизах при ясном свете дня, как предстояние Моисея со склоненной головой и сложенными руками перед телесно ощутимым, но все же реально очерченным, сидящим на каменном троне и сливающимся с небесным светом Богом в облике человека. У Рериха гора Синаи не плоский подиум, как у Иванова, а скалистая вершина. Ее накрыло облако, темнее ночи, а слава Господне представлена на картине в виде избивающейся ленты северного сияния. Такую художественную идею Рериха нельзя считать абсолютно надуманной, поскольку известно, что на такой южной широте авроральные явления все же регистрируются ионосферными станциями, несмотря на свою чрезвычайную редкость. Моисей, словно венчая вершину, протянул руки вверх и почти касается льющихся из космоса потоков света. Параллельные мазки светло-зеленого с белыми карпускулами на истине-черном фоне рождают ощущение фосфоренцирующего сияния и набегающие одна на другую рифмованные колонки лучей полярного сияния. Все это, как раскрытая книга скрижалий, как проявление космического огня, лобусу которого внимает Моисей. У Рериха космический огонь – духовно-материальная субстанция, способная соединить высшее земное, Бога и человека. С ее помощью можно передать озаренную огненную мысль. Так надо понимать смысл огневедения Моисея. Рерих в каком-то смысле продолжает стремление Иванова создать атмосферу неземного мистического света. Однако в поисках его источников он уже не привязывает себя к Земле, а обращает взор в космическое пространство. Оттуда, из-под небези, пришли к нему ему холодные светящиеся краски. Я не удержался от цитирования Евгения Павловича, это мой учитель. Я думаю, что вам его мысли должны быть созвучны и понятны. Ну, идем дальше. В книге Николая Рериха «Цветы моря» мы можем не раз прочитать сюжет поиска священных знаков. Вот перед вами, например, оригинальный разворот книги, изданной в Берлине в 21-м году из наших фондов. Все творения увидим 15-го года. Итак, мы идем искать священные знаки, идем осмотрительно и молчаливо. Люди идут, смеются, зовут за собой, другие спешают в недовольствие, иные нам угрожают, хотят отнять то, что имеют, не знают прохожие. Что мы вышли искать священные знаки? Вот атмосфера этого стихотворения, вы уж меня простите, напоминает мне жизнь многих переселенцев поначалу на этой святой земле. И не испугавшись, шли эти люди и находили свои священные знаки, находили себя здесь. Здесь на экране произведение младшего сына, уже упомянутого мной, Севдослава Николаевича Рериха. Он написал перед отъездом из Америки в Индию вот эту картину «Царь Соломон». На ней изображен библейский царь, держащий золотую чашу. За ним Иерусалимский храм, воздвигнутый на горе завета. На руке владыки кольцо, на рассветном небе сверкает звезда, предвестница утра. Наталья Жукова, которая ушла от нас на прошлой неделе из жизни, она считала, что в основе сюжета легенда, записанная Еленой Ивановной Рейли. Легенда о тайнике Соломона в Иерусалиме. Цитата. Ручайся за нахождение тайника Соломона. Чую, не заржавела чаша царя, и щит может звенеть, и рука серебряная может призывать глаз Божий. Терафим Моисея и престол, освященный отцами, говорившими от Господа, и зерна священных трав еще хранят жизнь. А Николай Рейли, супруг Велера Ивановна, добавлял, сказание упоминает чашу Соломона. Велика чаша Соломона сделана из драгоценного камня. В ней написаны три стиха самарейскими письменами, и никто истолковать их не может. Вот на картине перед вами святопородый старец, завершающий путь жизни, испивший чашу судьбы, жертвовавший собой ради построения храма истины. Лик его молитвенно спокоен и печален. В творчестве Рериха также присутствует образ Белого Града, Иерусалим, святого города. Это одна из книжных линьет. И в Краснодаре есть картина, которая была выставлена на выставке в мир искусства под названием «Белый город». Она относится к 16-му году. Образы дворцов израильского Иерусалима притворились в декорациях Рериха Пьеси Ремезова «Трагедия о Беуде принца Иска Иосифа». К сожалению, до нас дошли только черно-белые изображения. Здесь дворцовые стены и башни небесного города, запечатленные художником, соответствуют историосовскому видению американского мыслителя Теософа Мэнлихова, с которым вы, конечно же, знакомы, господин председатель Теософского общества. Он писал, чтобы построить здание мудрости, следует сначала заложить хороший фундамент. Когда царь Израиля решил возвести вечный дворец, он приобрел скалу моря, в которой у Джабуситов была площадка для молодьбы зерна. Эта скала была одним цельным азольским камнем, на котором, как на основании, можно построить вечное строение. Это из книги, которая хранится в Алсионе, в Соединенных Штатах, в храме человечества. Дворцовая площадь на одном из кизов Рериха 9-го года есть та самая сакральная площадка для молодьбы зерна, описанная Мэнлиховом. Вот вы видите на экране этот сюжет. Интересно, что декорации для трагедии Удэ-Ускарионской или Светлой ночью представляет нам момент, когда Иуда, принц, воспитанник царя Искарионского, узнает, что он оклеветен, обвинен в заговоре против царя, его жизнь в опасности. Также донесли, что его будущая невеста ему не пара, и царь против. Иуда покидает замок. Художник Рерих придал романтический характер этой сцене, этой трагедии его жизни. Мы видим типичные рериховские скалы на эскизе справа, на вершине которых возвышается замок царя. У подножия скал бескрайнее море. На первом плане выделяется мощная каменная ограда. Возле этой стены, возле этой ограды, происходит объяснение Иуды с Ункрадой, его возлюбленной. И Ункрада любит Иуду и решает следовать за ним. Здесь я предположу, дальше, почему Рерих решает Ункраду в таком славянском образе. Ну, уже понятно, что дружба и любовь между Россией и Израилем приводят к таким удивительным реминисценциям. Мальчик еврейский полюбил русскую девушку и отправился с ней на север. Ну, разве не такая же судьба была у многих евреев в стародавние времена? Но самое страшное разворачивается дальше. И не все так светло и постарается. Соседи злые, узнав об этом бегстве, о том, что наследник покинул дворец, ведутся своими дарами к престарелому царю, чтобы заручиться его расположению. Это обезьяны в образах или в костюмах солдат, офицеров каких. И они несут на блюдах свои дары. Это головы. Это головы, людей. Уважаемый Диосов, вы, наверное, знаете, каких людей называла Елена Петровна-Балавадская в своих записях обезьянами. Я не буду сейчас это комментировать подробно. Священные знаки в творчестве Рейриха, они не только в земных, понятных исторических нам образах. Это, прежде всего, небесные образы. Изучение живой этики. В Русваде знают, что великий путник имел обычай на песке чертить различные знаки. Потом с металла ученики спрашивают, а чего учитель не писал те же знаки на чем-то постоянно? Но учитель начертил знаки на воздухе и сказал, вот наиболее постоянный явленный устав. Ничто не изгладит эти начертания. Так учитель разнеслил силу мысли. Некоторые утверждали, что знаки пространственные сияли, как молнии. У нас особенно ценят умение сказать кратко. В пространстве такие иероглифы высекают очень четкие знаки. И вот эта картина о том уроженстве этой прекрасной древней земли, которая делится знаками с еще одним учителем. Учителем Рейриха. И в заключение я хочу познакомить вас с картиной «Небесный бой». Впервые о ней Николай Васильевич упомянул в письме поэту Волошину. Он упомянул о том, что ему очень нравится понятие боя. Боя за правду, боя за свет. И особенно боя, сложенного из небесных камней и облаков. Существует три варианта этой картины. И вот удалось установить, что они мультипликативны. То есть если наложить одно на другое, то получается, картина движется. Здесь чисто археологическая идея переходит на небо. И это соответствует традициям древнейших народов. Предстает своего рода иероглихами неба, где мотив северной природы увиден не в его имперстрии от мистической мимолетности, но всецело подчинен обобщенному философскому мозрению. Воспроизводя в картине древнее мифологическое сознание, привыкшее видеть в игре облаков не просто живописную фигению, но эскиз будущих студентов человеческого сообщества, художник зримо соединяет древнейшее, даже археологически едва уловимое прошлое с предвидениями завтрашнего дня. Я уверен, что мы с вами можем с помощью Рериха смело смотреть в будущее. И сотрудничество наших организаций, наших стран к тому залогу. Спасибо за внимание.